Добрый день, уважаемые участники! Действительно, у нас 18-го числа прошла конференция. Мы приглашали как представителей крестьянских и фермерских хозяйств, так и объединения профессиональные. Причиной конференции стала ситуация на рынке минеральных удобрений. То есть мы много можем говорить о разных способах, агротехники, защиты растений. Но если мы хотим получить гарантированно стабильный урожай, на первом месте будет стоять минеральное питание. Для Краснодарского края это особенно важно, потому что традиционно у нас самый большой урожай в России. Но проблема тряслась она не сегодня, не вчера. Первый раз мы собирались еще в апреле месяце, когда только-только становилось уже понятно, что на рынке минеральных удобрений у нас большая-большая проблема. Хотелось бы привести несколько цифр. Значит, в октябре месяце в Совете Федерации проходило собрание. Проводил его сенатор Митин, и там были озвучены цифры. Цифры для нас, знаете, очень нехорошие. Там было озвучено то, что экспорт минеральных удобрений за первые 10 месяцев увеличился на 33% с территории Российской Федерации. При том, что рост производства удобрений состоялся в всего лишь 5,6%. То есть мы с вами должны понимать, что именно вот этот вот объем мы недополучили на внутреннем рынке. Следствием стало и то, что мы недобрали планируемую минсельхозную урожайность. Сейчас эти цифры уже есть, мы их прекрасно видим. Это явилось причиной того, что очень сильно выросла цена на удобрения. Мы, в принципе, проводили аналитику, у нас выходит рост где-то, наверное, от 45% до 130% по отдельным видам. Вот, поэтому тревогу бить нам нужно, и нужно бить ее всем. Почему? Потому что, опять же, на конференции у нас были представители поставщиков удобрений. И вот они нам предоставили информацию о том, что, ну, например, по АМОФОСу. Одна из компаний продала, поставила его на рынок в 10 раз меньше. Именно вот в объемах. И не в деньгах, но приемы за уровень, и на физическом объеме. То есть мы должны понимать, что в каком-то, неважно, там районе, там, или двух районах, под осенний сев, вот, основную обработку эти удобрения не были внесены. Хочется верить, что где-то взяли у других поставщиков, но мы видим цифры, те, которые поставлялись на внутренней рынок, в адресе, в открытом доступе есть. Организация, Российская ассоциация производителей удобрений, эти цифры публикуют, они у нас тоже есть. Вот, поэтому сейчас нам всем нужно, в принципе, понимать, что осенняя посевная компания, нехорошо об этом говорить, но можно уже сказать четко, она у нас провалена. И какие бы ни строили прогнозы по урожайности, наверное, все-таки мы их не получим. Да, за счет весенних подкормок, за счет, там, агротехники, может быть, что-то вытянем, у кого хороший агрофон, по сложным удобрениям, как вот профессор Лабынского говорил, действительно, там пролонгированный эффект, возможно, ситуация будет менее заметна. Но по значительной части это все-таки скажется и на качестве, и на объеме будущего урожая. Вот, что еще хотелось бы сказать, ну, тоже мы с вами все следим за нашим министерством, за этим совещанием, которое недавно проводила замминистра Лук. Там были тоже озвучены интересные цифры. По сравнению с прошлым годом у нас уменьшился экспорт. Экспорт у нас уменьшился на 19-го числа было собрание, вот на 18-е число он уменьшился на 22%. Можно говорить разные причины, то, что сельхозтоваропроизводители где-то хранят на свой урожай, ждут какую-то цену или еще там что-то, но цифры говорят о том, что Россия экспортировала меньше. Вот эти вещи, они не прямую взаимосвязь. Это наличие удобрений, это их стоимость и полученный урожай, и как следствие, ну, все-таки мы экспортная страна и свою продукцию мы экспортируем. Вот, поэтому, что хотелось бы еще на этот счет сказать. Да, по результатам конференции мы выработали ряд предложений. Вот, мы их направим и в Министерство сельского хозяйства Краснодарского края, и в Общественные организации профессиональные объединения производителей сельскохозяйственных. Потому что, если будет развиваться тот сценарий, который предлагают производители удобрения, а если кто не знает, разлучено было следующее. Давайте зафиксируем цены удобрений на май месяц 2021 года. Ну, для примера, это, допустим, стоимость той же самой селитры около 22 рублей. Это 46 рублей МАФОС. Вот это то, что нам сейчас предлагают. Но, опять же, общаясь, мы приглашали на свою конференцию и в том числе производителей минеральных удобрений. Что интересно, значит, пивали головой в Сирии, ФОСАГРА, ИОРАХИН. Ну, буквально за день до конференции каждый звонился, сказал, что Москва не согласовала принятие участия. Но, тем не менее, мы с ними говорили о чем? Мы говорили об объемах производства, о логистике. То есть сейчас мы уже имеем информацию о том, что у наших подпусков минеральных удобрений их нет физически на базе. То есть есть контракты, есть договоренности, есть обещания поставки там в конце января, во второй половине февраля. Но сейчас физически этих удобрений нет. Для того, чтобы их привести, даже вот там вот элементарно, нужен какой-то отобъемной состав. Ну, для понимания, наш Краснодарский край подал заявку на минеральные удобрения на селитры, там порядка 600 тысяч тонн. Ближайший производитель минеральных удобрений именно селитры, это у нас именно Майский Азон, у которого производительность около 40 тысяч тонн в месяц. Простая репетика. Сколько должны они работать для того, чтобы произнести удобрения для нас? Да, нам говорят о том, что есть Кемерово, есть Акрон, есть Новомосковск, то есть мощности в России достаточно большие для производства той же самой селитры. Но мы с вами понимаем, что Краснодарский край не один. У нас 16 крупных регионов, которые занимаются производством азьмы пшеницы. Краснодарский край подлощадя находится на шестом месяце. То есть есть четкое понимание того, что мы за вот эти три или четыре месяца, мы физически не сможем произвести удобрения, привести их непосредственно на склады поставщиков. Вот это действительно для нас проблема. Как бы мне рассказывали, как бы нам не успокаивала нас та же самая ассоциация производителей удобрения, о том, что они выполняют все свои дозащиты в полном объеме, рассказывать можно все, что угодно, но, как говорится, сколько я ни говори, халва, варкуст вообще не станет. То же самое и у нас. Тем более, мы проводили, ну, скажем так, определенный срез информационный именно по наличию удобрения у сельхозтоваропроизводителей. Понятно, их хранить нельзя, есть определенные нарушения, но, тем не менее, вот те цифры, которые у нас есть, они где-то в пределах 30% обеспеченности. То есть, кто-то глупил, сложил, кто-то кассу глупил, кто-то силисту там положил, но 70% они полный объема не имеют. Сергей Николаевич, одна минутка у вас осталась. Да. Вот, поэтому, что хотелось бы напоследок всем сказать, проблема действительно она есть, замалчить ее нельзя, и тот механизм, который нам сейчас предлагают, вы знаете, ну, наверное, все-таки он не спасет ситуацию. Вот. Не хотелось бы подумать о том, что там краски сгущаю, и страху нагоняю абсолютно нет. То есть, мы прагматики, мы работаем на земле, и четко понимаем, что нам нужно для получения гарантированного урожая. Поэтому мы свою работу продолжим, информацию по нашей конференции, по предложениям, мы направим всем заинтересованным сторонам. Органзаторам большое спасибо, что предоставили площадку, дали возможность выступить, что мы на свете собрали, чтобы мы все-таки действительно понимали, что происходит, и что нам нужно сделать, чтобы ситуацию исправить. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Николаевич. Да, да, да. О, вопрос подождите, Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, ну, все-таки, вот конференция прошла, я не могу увидеть резолюции. Как это? Может, секретная какая-то? Нет, Петр Михайлович, конечно, секретного никого нет. Кто хотел тут на руках основные положения не имеет. Обидно, конечно, что у вас не получилось к нам приехать. Ну, я так думаю, что наши коллеги из здательства на христианин все наши предложения опубликуют и узнают все заинтересованные стороны. Секретом, из этого не делаем. Да, через наши ресурсы мы эту резолюцию распространим. У меня вопрос какой-то. Ну, за последние годы так случилось, что крупные производители минеральных удобрений, собственники, не резиденты. То есть, собственники Еврахима находятся за границей. И они решают вопросы в рамках ценовой политики мировой, каким удобно. Вот вы, как деятели политические, как допустили эту ситуацию? Она же абсолютно была понятна, что мы к этому придем. Я даже не уверен, что те механизмы, как в ручном режиме вы будете делать что-то, насколько вы не будете нарушать мировое законодательство. Потому что сейчас у вас идет попытка... А, Комен Рич, долго не задавайте вопросов на мне. Вы понимаете, да? Да, конечно. Это политическая проблема, а не экономическая, в первую очередь. Понятное дело, что законы бизнеса диктуют интерес продавать нам где больше платят, а на мировом рынке, если вы знаете, действительно, там цена на те же самые назовы удобрения перевалилась в 840 долларов за тонн. И какая бы цена не была в России, она не будет привлекательной для производителей удобрения. Почему, собственно, все и произошло. Действительно, вы знаете, здесь требуется политическое решение в ручном режиме. Все остальное сейчас у нас просто идет, ну, не хочу грубо сказать, сейчас идут просто разговоры. Физически мы не наблюдаем никаких действий. 1 декабря, когда вступит 1901-е постановление в силу, мы удобрения не увидим. Потому что, общаясь с теми же самими поставщиками, они нам рассказывают о своих долгосрочных контрактах. О чем мы и говорим. Да, поэтому в данной ситуации мы говорим, что у нас есть доктрина о продовольственной безопасности, утвержденная правительством, подписанная президентом, которой национальные интересы стоят на первом месте. И мы должны ее исполнять. Потому что, вот то, что вы сказали, что собственники находятся там, да, мы не влазим там в детали, где они платят налоги, где остается прибыль. Они нам все говорят о том, что мне 2 триллиона вложат в развитие промышленности по производству удобрений в два раза в последнем в 2010 году увеличат производство. Говорить можно очень много. Да, Сергей Николаевич, все, спасибо, понятно. Ситуация довольно сложная. И если на Кубани, на главной житнице вот такие сокращения по внесению удобрений, то это может действительно отразиться на будущем урожае и на продовольственную безопасность и на всех остальных, и на экспорте и прочих делах. Спасибо. Спасибо. Ну, насколько мне известно, конференция одобрила действия и нашего Минсельхоза, и правительства. То есть конференция проявила безумность свою в этом вопросе. Вы видите совершенно другие вещи и абсолютно правильно поднимаетесь, что никакой движухи здесь положительной пока что не видно. Вот как? Ну, давайте посмотрим резолюцию. Вчера были только, во всяком случае, я получил только отдельные позиции из этой резолюции. Она была не в полном объеме, надо ее посмотреть в окончательном варианте. Тогда уже рассудим.